Депутаты областной думы сегодня в первом чтении приняли бюджет на следующий год. Основной финансовый документ социально ориентирован. 62% расходов на социальные цели. Также впервые значительные средства предусмотрены на ремонт дорог и благоустройство территорий. Полтора миллиарда рублей. На что еще пойдут бюджетные деньги, выясняла Нина Свечникова. Сегодняшнему заседанию предшествовало обсуждение в течение месяца параметров бюджета на думских комитетах. Все спорные моменты были заранее уточнены. Поэтому голосование прошло без проблем. Областной бюджет принят в первом чтении. В этот раз конструктивная работа была с правительством. Мы за это благодарны и губернатору, и членам правительства. Исходим из реальных доходов и по доходам будем смотреть уже и расходы. Запланировано увеличение доходов почти на 6 миллиардов. При этом значительные средства потребуются на выплаты бюджетникам. Намечена ежегодная индексация зарплат в сфере образования с 1 сентября до средней зарплаты по экономике. По остальным отраслям с 1 января на 10%. В коридорах власти обсуждали и сегодняшние обращения городских властей о выделении субвенции. То, что касается заявления, это просто заявление. А к заявлению должны быть приложены расчеты, аргументы, ну и другие факты, а не слова. То пламенное выступление Олега Игоревича, оно скорее эмоционально, нежели в фактуре своей. Потому что нельзя ставить приоритеты дороги или зарплаты. Нужно все проблемы решать в комплексе. Областная власть будет городу помогать. 50% это город получает из бюджета области в виде субсидий, субвенций и так далее. На следующий год на ремонт дорог области выделено 1,5 миллиарда рублей. С учетом софинансирования на дороге Ярославля приходится 583 миллиона. Отдельно 100 миллионов на благоустройство дворов. Также 70 миллионов рублей запланировано на строительство новых дорог в областном центре. В рамках дорожного фонда еще выделить некий резервный фонд, который пойдет как раз на ремонт мостов. Что тоже, в общем-то, это большая тема, и в том числе и для города Ярославля, если мы посмотрим на наш Октябрьский мост, и в том числе для муниципальных районов. Впереди еще принятие бюджета во втором чтении, которое состоится 18 декабря.